Anki — буквально лучший инструмент для изучения слов на японском языке. Про него рассказывают, говорят о его плюсах, о том, как сильно он помогает запоминать слова, но мало говорят о том, как правильно его использовать и о последствиях от неправильного использования. В прошлом видео я с самого начала настаивал о том, насколько важным аспектом является Anki в контексте быстрого приобретения языка, насколько важно майнить слова с самого начала изучения японского языка, но так и не объяснил суть этих процессов, так и не показал инструменты. Для этого поэтому это видео я разделю на две части, где в первой части я расскажу про Anki, как использовать Anki, какие базовые колоды есть в Anki для того, чтобы вы начали изучать японский язык как можно быстрее, и вторую часть я выделю под программное обеспечение для того, чтобы, как на телефоне, так и на компьютере, мочь просматривая видео, добавлять карточки в колоды. Главная цель Anki — это помогать тебе запоминать слова при интервальных повторениях, где карточки, на которые ты правильно ответил сегодня, появятся у тебя завтра. Ответишь завтра, они появятся через три дня. Ответил через три дня, через неделю, через две. И отвечая неправильно на карточку через две недели, она возвращается на самое начало. В самом начале мы сталкиваемся с тем, что ничего не понимаем, и нам нужно как можно быстрее пересечь это плато. И сделать это, потребляя контент естественным образом, как ребенок, можно, но бесполезно. Вы потратите на это в два, если не в три раза больше времени без Anki. Поэтому Anki в связке с погружением является самым важным инструментом в изучении японского языка. Нужно держать в голове, что Anki — это лишь вспомогательный инструмент, и это именно изучение японского языка, а не его естественное приобретение. И тут важно объяснить разницу между естественным овладением языком и его изучением. Изучением является осознанный процесс, при котором ты заучиваешь правила, учишь грамматик, учишь слова, Anki в данном случае. Все это происходит осознанно. Овладение же языком — это бессознательный процесс, который происходит при погружении в языковую среду. И Anki — это изучение языка, это не интуитивный процесс, а значит ждать только от Anki всех плюсов в виде овладения языком не стоит. Вы постоянно должны смотреть контент. Лишь таким образом вы закрепите слова из Anki в естественной среде, услышав его от разных людей в разном контексте с разной скоростью произношения. Лишь таким образом вы выучите слова действительно. И тут мы переходим к другой теме. Anki создает контекстно-зависимые знания. Вы могли с этим сталкиваться самостоятельно, когда вы учили слово в одном контексте с одним или несколькими предложениями и запоминали его. А когда услышали или прочитали это слово вновь уже в другом контексте, то не можете вспомнить его значение, хотя были уверены, что знаете его. Именно контекстно-зависимые знания и создает Anki. Anki дает нам лишь базовое понимание этого слова, чтобы сталкиваясь с ним в реальной среде, во время процесса погружения нам было намного проще понимать все, чтобы мы уже примерно представляя, что значит это слово, могли услышать его в новом контексте, в совершенно другом контексте, и отталкиваясь от той базы, которая у нас есть в Anki, и от контекста, происходящего в видео или в книге, где угодно, мы могли понять это слово, либо хотя бы догадаться о том, что оно может значить. С какого Anki Deka начать? Ответ очевидный, это Kaiji Dek, он самый лучший на данный момент для людей, которые хотят изучать японский язык с самого начала, потому что он самый понятный, и самый лучший для людей, которые просто хотят удостовериться, что они знают базу, чтобы дальше с ней продолжить идти. На одной стороне карточки слово, переворачивая карточку, мы получаем перевод этого слова, предложение, в контексте которого используется это слово по принципу I plus one. I plus one это принцип Стивена Крашена, где I это то, что вы знаете, а плюс один это новое слово, то есть допустим у вас есть предложение, оно состоит из четырех или пяти слов, и вот как раз таки пятое слово является неизвестным для вас словом, но словом, которое вы можете понять из контекста. Этот дек собран именно по этому принципу, поэтому чем выше вы проходите по деку, тем больше вы можете понимать уже из контекста, тем больше слова сами себя повторяют. Каждое слово в этом деке является одним из самых распространенных в японском языке, вы гарантированно будете слышать их во время погружения и таким образом еще быстрее запомните их. Теперь к настройке. Тут все просто, и если что-то будет непонятно, в моем телеграм-канале будет максимально подробный текстовый гайд. Вам, ну, для начала необходимо скачать анки, скачать кайсидек и ссылки в описании, и с правой стороны колоды перейти во вкладку настройки, скопировав мои значения, что или чего каждое я объясню в телеграме. Самое главное, что сейчас вам нужно знать, это количество новых слов, которые вы хотите ежедневно изучать. Я советую начать изучать с 10 слов, так как начав изучать с 10 слов, на следующий день у вас будет 20 слов, потому что сегодняшние слова перекидываются на завтра. Послезавтра у вас будет уже 30 слов, потому что вчерашние слова в самом начале также перекидываются на сутки вперед, и вы таким образом получаете, что у вас в первый день 10 слов, в третий день у вас 30 слов, в четвертый день их будет 40. И к концу недели вы посмотрите, если к концу недели вам все еще будет мало слов, то вы можете увеличить как до 15 так и 20 до 20 самого начала лично я изучал по 50 новых слов ежедневно но в отличие от вас я не учил их чтения я не умел читать я не хотел учиться читать моей целью самого начала было научиться распознавать слова на слух через анки подготовиться к погружению после этого сразу пойти слушать необработанный контент на японском языке собственно что я и делал поэтому я изучал по 50 новых слов ежедневно и ну успешно прошел за дек очень быстро первое время смотря самый простой контент и делая это танки дек вы не будете испытывать никаких проблем с погружением вы уже делаете анки две-три недели смотрите видео по моему прошлому гайду по поиску контента на японском языке дальше майнинг слов я начну с самого лучшего приложения на android на айос его пока не опортировали это джидол дюсё это буквально комбайн для изучения японского языка где вы имеете возможность читать книги на японском языке с лукап словарем то есть вы читаете у вас непонятное слово вы тыкнули на него у вас сразу есть возможность посмотреть как это слово переводится и при необходимости замайнить это слово то есть предложение в котором вы увидели этого слова сразу в анкидек также вы можете просматривать видео на ютубе с субтитрами также кликабельными субтитрами нажимая на субтитры у вас появляется возможность создать анки карточку автоматически с этим словом с последними пятью секундами того что говорилось видео с переводом этого слова из вашего словаря в джидол дюсё как установить его я скажу ниже и самое главное вы можете читать сайты при помощи этого приложения заходя во вкладку там вы переходите нажимаете на браузер и вы можете читать весь японский интернет проб полностью просто при помощи этого приложения и также районить карточки то есть у вас автоматически дедо дюсел коннектится вашему клиенту в анки через телефоны вы можете майнить карточки находясь в этом предложении все автоматически происходят автоматически вытаскивается дорожка того момента который вы решили замайнить из интернета берется произношение изолированного слова и сохраняется приложение вместе с фотографией этого момента и это всё бесплатно теперь к настройке какой конкретно словарь выбрать я также распишу в telegram канале там будет хэштег анки можете зайти по нему перейти если вы уже смотрите это видео там через год может быть через полтора там все будет расписано после настройки этого вы имеете у себя под рукой устройство на котором вы можете только при помощи которого да вы можете изучать японский язык и она всегда с вами то есть куда бы вы не поехали она всегда будет с вами но из-за компьютера при помощи избе плеер вы можете делать то же самое перед этим я расскажу про расширение без которого он не будет работать это я метал это то что должно быть с вами с самого начала и до момента когда вы уже сможете без проблем владеть японским языком когда у вас будет гигантская база слов вы просто почувствуете что вам больше не нужно никак проверять перевод слов в тогда вы его удалите но до того момента самого начала и до того момента это расширение для браузера должно находиться с вами всегда я металл это расширение для браузера которая позволяет наводясь на любое японское слово видите его перевод и добавлять это слово в собственный майнинг дек автоматически вам буквально нужно будет нажать просто на плюсик view метан также есть словари его также нужно настраивать но я не хочу растягивать хронометраж этими бесполезными гайдами поэтому в телеграме я опять же напишу максимально подробный пост sb player это совершенно бесплатное расширение для хрома которая позволяет вам смотреть видео на японском языке с субтитрами точно так же как и жидоудисел добавлять слова в собственный майнинг дек находясь уже за компьютером для его настройки вам необходимо уже иметь настроенный йоми тан на компьютере и sb плеер выводит субтитры а при помощи йоми тана вы можете наводиться на них читать когда нужно и самое прекрасное в sb плеер вы можете сохранять определенные моменты из видео своем анки дек для начала нам будет необходимо настроить его перейти по ссылке из описания скачать мой пресса зайти в настройки расширения в браузере и нажать импортировать настройки после этого все будет готово вы можете заходить на любое японское видео во вкладке с расширениями нажимать на sb открытом open site панел загрузить субтитры и нажать ok у вас появятся субтитры на которые вы можете наводиться мышью и нажимая shift йоми тан будет переводить слова если вы хотите добавить определенный момент свой анки дек вам необходимо навестись на слово удерживая shift нажать плюс и после в окне которые мы до этого открыли справа нажать на строку которая выделена красным словом которые вы только что добавили после этого будет запись момента и звук вместе с фотографией автоматически добавятся крайне созданной карточки в вашем деке получится примерно это кау я думаю в этом видео я рассказал совершенно все что сам знаю на эту тему касательно всех неточностей я написал максимально подробный текстовый гайд в своем телеграм-канале вот ссылка по хэштегу анки там все будет лежать мне был очень приятен ваш фидбэк под моими прошлыми видео под моими стримами так что да пишите комментарии предлагайте темы и всем спасибо